8 том книги открытым оком вопрос 2002 тема проповедь благовестия христос посылал своих учеников в мир чтобы они преобразили мир благовествования как же потом так получилось что стали считать за святость нарушения повеления спасителя отвечает игнати тихонович лапкин только потому что христос оказался не нужен стали пользоваться своими правилами совершенно не сверяя их с евангелием и библией потому и бежали от людей они к людям река повернула вспять не туда куда ей бог назначил течь деяния 751 жестоковыны и люди с необрезанными сердцем и ушами вы всегда противитесь духу святому как отцы ваши так и вы ударились чудеса и чудеса потекли рекой от живых и от мертвых вас пристроили к ним пристроился к ним и сатана и он свои спектакли начал по затворкам и монастырям регулярно проводить любящие чудес чудеса все время смотрят на столы то огонь то колебания а больше нужно смотреть на пол и под стол и напрасно ли нам это предписано книга пророка данила 14 глава 17 21 стихи и как скоро отворены были двери царя взглянув на стол воскликнул громким голосом велик ты вилл и нет никакого обмана в тебе данил улыбнувшись удержал царя чтобы он не входил внутрь и сказал посмотри на пол и заметь чьи это следы царь сказал вижу следы мужчин женщин и детей и разгневавшись царь приказал схватить жрецов жен их и детей и они показали потаенные двери которыми они входили и съедали что было на столе арсений великий 8 мая преподобный не всегда подвязался на одном и том же месте но иногда переселялся из хитской пустыни в более уединенные и безмолвные места удаляясь от приходящих для беседы людей так как они нарушали покой его душевный косма майумский 12 октября родители святого ивана дамаскина взяли его к себе вместо сына и воспитали вместе и наравне со своим сыном и а иваном купив у агарян в качестве раба одного инока именовавшегося также космою они отдали в обучение ему обоих отроков ивана и косма косма обучившись у сего образованного инока всей премудрости христианского ведения и достигнув совершенного разума и возраста оставил суетный мир и удалившись в одну обитель возложил там на себя бремя иноческого пострига и добре подвязался в нем сергий нуромский 7 октября и пробыл преподобный сергий нуромский у великого российского светила сергия под паствою долгое время внимая ему и последуя святому житию его здесь он упражнялся во многих подвигах и за и совершил много добрых дел так что сам преподобный радонежский чудотворец удивлялся ему видя такое его рвение к богу и любил беседовать с ним о духовных исправлениях полетел он духом как птица в гнездо свое и искал он место где бог ему укажет не имея с собой ничего кроме души и тела устремившись к северным странам пришел он в область покрытую дебрями лесами хмами и болотами тут обрел он место в обнорской волости на реке нурме где впоследствии и построил монастырь в той же местности прибывал и великий павел обнорский чудотворец который тогда жил еще в уединении во внутренней пустыне на той же реке нурме обители же и братства христе у него еще не было придя на место то и осмотрев его преподобный сергий весьма возлюбил его и воздал благодарение богу за то что он не презрел его моления но привел его на сие место и сказал он словами пророка давида это покой мой навеки здесь вселюсь ибо я вас желал его псалом 131 14 павел латерский 15 декабря посвятил себя всецело на служение богу в одном монастыре недовольствуясь и семи подвигами чтобы всецело предаться христу преподобный павел удалился на безмолвие в пещеру потом вошел на высокую гору и поселился на ней один пастух случайно обретший преподобного в его уединении доставлял ему пищу слова о дивных подвигах и святом житии преподобного привлека привлекла к нему многих подвижников которые поселившись у подошвы скалы устроили монастырь пафнутий боровский 1 мая немного спустя пришел в монастырь посла посланный от московского митрополита геронтия пришли новые послы от великого князя и великих книги они настойчиво добивались свидания с преподобным и его беседы долго инокентий отказывался и отлагал говорить о них болящему старцу но наконец доложила о посланных старец оскорбился на своего ученика и говорил ему что все 60 лет своего иночества он постоянно обращался с князьями боярами и другими мирянами теперь я понял что нет никакой пользы от этого одно испытание для души своим милосердием не хотя смерти грешника без покаяния дал мне господь шесть дней для покаяния а ты мне не даешь покоя наводишь на меня мирян уж теперь мне нельзя и из кельи выйти чтобы они не докучали мне агапит печерский 1 июля и июня уже будучи при кончине князь просил тогдашнего игумена печерского иоанна прислать к нему в чернигов для врачевания блаженного агапита игумен призвал его известил о просьбе князя пол но блаженный агапит которого никто еще не видел выходящим из ворот для врачевания вне монастыря со смирением сказал если я пойду для этого дела князю то и ко мне то и ко всем должен идти прошу тебя очень не побуждай меня выходить из монастырск за монастырские ворота ради славы человеческой избегать которой обещался я пред богом до последнего издыхания если позволишь лучше я удалюсь в иную страну и потом опять возвращусь сюда когда менет это нужда серафим саровский 2 января но от такого необычайного молитвенного подвига и почти трехлетнего стояния на ногах старец пришел в крайне телесное изнурение и получил тяжкие болезненные язвы на ногах кое не оставляли его до самой смерти и только тогда наконец прекратил он свой невыносимо тяжкий подвиг столбничества по смерти старца исаи преподобный серафим не изменил своего образа пустынческой жизни но придал новый характер своему подвижничеству возложив на себя тяжкий подвиг молчальничества приходили ли к нему в посетители он не выходил к ним случалось ли ему самому встретить кого в лесу он падал ниц на землю и до тех пор не поднимал очей пока встретившийся не проходил мимо один брат носил ему и пищу в пустынную его келью особенно зимой когда у старца не было своих овощей пища приносилась раз в неделю воскресный день когда брат входил в сене старец сказавшие про себя аминь отворял двери потупив лицо в землю и лишь когда брат уходил старец клал на лоток лежавшие на столе небольшую частицу хлеба или немного капусты в знак того что принести ему в следующее воскресенье некоторые даже как бы укоряли его за то что он уединяется тогда как пребывая в близком общении с братью он мог бы назидать их и словом и примером не терпя ущерба и в благоустроении своей души но на все сии упреки старец отвечал словами преподобного исаака сирина возлюбив праздность безмолвия предпочтительно насыщению алчущих в мире ефимий великий 20 января проходя по пустыне они пришли к одному утесу около которого был расположен дикий овраг в глубине которого протекал поток на север от потока на утесе находилась пещера в которой жили звери и в которую можно было лишь с трудом пробраться по стене обрадовавшись как будто место это было приготовлен приготовлено им самим богом они поселились там питаясь растущими кругом травами и в лавру уже не возвратились некоторые пастухи из лазари привели стада свои к этому потоку и когда они подняли взоры свои вверх на гору к пещере то заметили неожиданно двух мужей ходивших по утесу и испугавшись обратились в бегство отцы же кротким голосом кричали им вслед не бойтесь братья не бойтесь ибо и мы люди но ради грехов наших живем в этом месте илья пустынник 8 января преподобный или я вступил в ранней юности и выноческое житие и 75 лет провел в полном уединении в отдаленной суровой пустыне близ антония фиваицкого него невозможно передать словом те великие подвиги которым он предавался на вершине дикой пустынной горы откуда ни разу не выходил в населенные места и куда вела к нему проложенная среди острых камней узкая тропинка на которую едва можно было ступить ногою усердствующие посетители находили старца сидящим под к каменным навесом пещеры темнота которая едва позволяла рассмотреть пустынника от дряхлости он весь трясся его житие его было более ста десяти лет другие отцы пустынники говорили о преподобном или и что никто не помнит когда он поселился на горе под старость он вкушал только по три малых куска хлеба утром и столько же вечером и под три соленых маслины в юности же он принимал пищу лишь один раз в неделю приходивших к нему для назидания он получал так не придавайте себя во власть сатаны есть три проявления дьявольской силы которые вызывают грехопадениями иноков вызываются грехопадениями иноков первое забвение второе ленность третья похоть когда на инока нападет забвение рождается ленность от нее проистекает похоти от похоти падает человек если же инок внимателен и имеет страх божий не бывает у него не ленности нет дурного пожелания потому и бессилен против такого сатана не силен он вернуть такого человека в грех и спасется такой человек божью благодатью макарий египетский 19 января в то время еще никто не оселился в пустыне кроме антония великого и никому неизвестного пустынника павла фивейского подвязавшегося где-то во внутренней пустыне и виденного лишь одним антонием этот старец проживал не вдалеке от селения птинопор птинопор в пустынном месте где он имел отшельническую келью он никогда никому не показывался из людей на другой день рано утром макарий пришел к старцу и открыл ему тайну своего сердца что он желает всеми своими силами работы для господа и вместе усердно просил старца научить его что ему делать для спасения души своей спустя несколько времени в селении тинопор случилось прийти епископу той страны и он узнал от жителей селения о подвигах блаженного макария призвал его к себе и против его жила против его желания поставил клирика местной церкви хотя макарий был еще молод но святой макарий тяготясь дал должностью клирика которая нарушила его безмолвное житие спустя несколько дней убежал оттуда и поселился в пустынном месте около другого селения вот почему я сказал вам братья окончил преподобный макарий свою речь что я еще не сделался иноком но иноков видел в другой раз а вы и сая попросил преподобного скажи мне отче какое-нибудь наставление на пользу душевную бегай от людей отвечал ему преподобный макарий что значит бегать от людей спросил тогда а вы сая преподобный отвечал ему сиди в своей келье и сокрушаясь о грехах своих серафим царовский 2 января когда курские посетители спрашивали серафима не имеет ли он передать чего своим родственникам он указывая на лике спасителя и божией матери с улыбкой промолвил вот мои родные а для живых родных я уже живой мертвец вся россия в это время знала и чтила преподобного серафима как великого подвижника и чудотворца кирилл 11 мая в константинополе царь и патриарх встретили блаженного константина с похвалою за тот богоугодный труд который он выполнил но недолго был константин в царграде скоро он ушел в одно тихое и глухое место где стал заботиться только о своем спасении петр афонский 12 июня охотник следя за оленем увидал тогда направо от зверя ногого мужа с густой бородой с волосами доходящими до чересов тело которого обросло ими как у зверей увидев преподобного охотник страшно испугался и бросился бежать назад тогда святой петр заметив что охотник устремился назад вызвал к нему громким голосом говоря брат почему ты боишься и бежишь от меня ведь и я такой же человек подобное тебе а небесовское привидение как ты подумал возвратись и подойди ко мне я расскажу тебе все о себе так как тебя послал сюда господь ануфрий великий 12 июня я весьма хотел узнать если еще другой такой пустыне к служивший господу я весьма хотел найти его дабы получить от него пользу для души своей отправляясь в предпринимать в предпринимаемые мною пустынный путь я взял с собой немного хлеба и воды которых хватило на непродолжительное время когда же хлеб и вода были мною уничтожены то я воскорбел ибо не имел пищи однако я крепился и шел еще четыре дня и четыре ночи без пищи и питья так что весьма изнемог телом я упал на землю и стал ожидать смерти а за 19 ноября потом желал быть воином неземного царя а небесного он оставил воинское звание и удалился в пустыню ларион великий 21 октября когда остальные братья а также жители окрестных сел и городов узнали что преподобный покинул их они собрались в числе десяти тысяч человек и погнавшись за ним настигли его огорчивший святой ударил в землю жезлом и сказал не буду ни есть ни пить пока вы меня не отпустите если же хотите увидеть меня мертвым то удерживайте в течение семи дней удержали они преподобного своими мольбами и наконец убедившись в непреложности его намерения с миром отпустили все множество народа с плачем далеко провожала его марина и кира 28 февраля преподобные марина и кира происходили из города берии от знатных и известных в городе родителей но они пренебрегли знатностью своего происхождения и достигшие совершенного возраста удалились за город сами обгородили для себя один небольшой уголок земли и завалив вход в убежище камнями и глиною и оставив только небольшое отверстие для подачи им необходимой пищи и бесед с приходящими стали подвязаться в огражденном месте на открытом воздухе прославляя в душе своей бога преподобные все время пребывали в молчании и прерывали его через каждые 50 дней только на один день на теле своем под широкими иноческими одеждами святые носили весьма тяжелые железные вериги и с него обыкновенным терпением переносили голод и происходящие от него страдания в течение трех лет подряд они принимали пищу только один раз через 40 дней отправившись однажды на поклонение живоносному гробу господню они не принимали никакой пищи до тех пор пока не совершили поклонение а возвращаясь назад они прошли все пространство своего пути заключавшие в себе 20 стадий ничего не вкушая пимен великий 27 августа спустя некоторое время правитель страны той же пожелал видеть преподобного отца нашего пимена и послал к нему вестника с просьбой дозволить ему прийти к преподобному старец же весьма опечалился размышляя в себе так если вельможи будут приходить ко мне дабы оказать мне честь то и из народа многие будут приходить ко мне и беспокоить меня они помешают моему безмолвию и я лишусь благодати смирения которую я при помощи божией стяжал с юности великими трудами тогда я легко могу впасть в гордость рассудив себе так преподобный отказался видеть князя и просил его через того же вестника не приходить к нему так как сказал преподобный он не увидит его напротив отгонит его с места того услыхав такой ответ князь весьма опечалился и сказал это за грехи мои я не удостоился видеть человека божия однако весьма желая видеть как как-нибудь святого старца придумал такую хитрость взял как бы за некоторые проступок сына сестры старца и заключил его в темницу надеюсь что старец будет ходатайствовать перед ним за своего племянника таким путем думал он увидеть святого посему князь сказал своим слугам если придет ава пимен то тотчас же выпущу юношу на свободу а если не придет то не оставлю без наказания провинившегося ибо поступок его весьма велик когда мать юноши и сестра пимена услышала об этом то зло час уже отправилась в пустыню к брату придя к его отшельнической кель и она начала стучать в дверь слезно моля его пойти к князю и похода по ходатайствовать за его сына за ее сына дабы он был освобожден старец же не только не открыл ей двери но ничего не ответил однако сестра долгое время продолжала со слезами упрашивать старца стуча в дверь но так как она не получила ответа то начала с укоризнами и гневом говорить старцу не милосердный бесчувственный жестокий безбожный и зверонравный неужели тебя не трогают слезы мои ведь сын мой который у меня только один находится в смертной опасности старец же послал ученика сказать ей иди отсюда пимен не имеет детей и потому он не печалится сестра возвратилась горьким плачем укоряя брата когда князь услышал обо всем происшедшем то сказал своим друзьям скажите старцу пусть напишет ко мне письмо с ходатайством об освобождении и тогда я отпущу из темницы племянника его и многие советовали старцу написать письмо князю старец написал так прикажи властью своей хорошенько исследовать преступления провинившегося юноши если будет найдено что-либо достойное смерти то пусть он умрет дабы временную казнью избегнуть мук вечных если же провинившийся не окажется достойным смерти то наказав его как требует закон отпусти когда князь прочитал такое послание старца то удивился уму и добродетели мужа поняв что то был истинный угодник божий князь отпустил юношу преподобный же пимен скитался по разным странам долгое время потом поселился снова в египетской пустыне и пребывал в ней до старости харитон 28 сентября святой повелел еще братья находиться в своих кельях и безмолвствовать не переходя с места на место и не собираясь на праздные беседы ибо много соблазна происходит от пустых разговоров как свидетельствует писание худые сообщества развращают добрые нравы 1 крымфином 1533 так научив братью и приведя обитель в подобающий порядок преподобный поверил всем собраться избрав из братья и того кто известен был более всех свою добродетелю поставил его вместо себя для них постарем сам же решил уйти в глубочайшую пустыню любя безмолвие и устраняясь от людей пищу ему служила зелень росшая около того места а более всего он питался словом божиим некоторые из братьев согласившись между собою пошли искать в пустыне своего пастыря сам бог восхотел чтобы искусный наставник добрый правитель многих направлял и вел в царство небесное не только себя но и других уподобляясь или и притечи далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне псалом 54 стих 8 он переходил с места на место под дебрям стресс стремнинам холмам расселином и про пропастям земным вместо себя при всего себя предав богу после того как преподобный уже долгое время скитался в пустыне бог восхотел чтобы сей светильник сиявший добродетелями снова вышел из подспуда пустынного и осветил образом жизни своей всем хотящим шествовать узким путем ведущим в жизнь вечную он же собрав уже третье стадо овец христовых и научив их иночеству устроил третью обитель которая после стала именоваться на сирском языке сутийскую по-гречески же именовалась старую лавры потом он взошел на вершину находящийся там горы и поселился на возвышении имевшим в себе небольшую пещеру куда можно было зайти только по очень высокой лестнице там он стал как на столбе удаляясь от земли и приближаясь к небесным селением глаза светильник веры на вершине свет освещающий храме ну телесы храме телеса две фары удивительной машины еще в раю увидевший творца нам заповедано о горнем помышлять искать небесное утерянное царство жену улота помнить не обращаться вспять столб соляной неверным хорошее лекарство цветные карии небесно-голубые зеленые лучистые с прищуром парачи выпученные и я в яминах любые расскажут кто ты умница или сплошная дура слепым родиться зрение потерять несчастный инвалид рожден для муки нет кто не верит в бога такой родился зря познать христа есть высшая наука духовным зрением молитвой вдохновенной при пронзаешь светом веры прошлый путь не только свой что многократно ценно здесь главное духовно зря чем будь открытым оком верующий зрит пророчество во мраке прозревает не видящий свой грех свои глаза протри той мазью что власяницу срывает влася не будь дальнозорским будь дальнозорким на свои грехи не окажись в суждение близоруким тот человек окажется плохим кто жизнь проспал тем нищета по рукой глаза учитесь слезы проливать сочувствовать и многое не видеть читать библейские бессмертные слова запоминать псалмы царя давида мой бог мои глаза и поводы во тьме сидящим свет и озарение просматриваю прошлое и будущего ширь мой добрый рафаил вернул мне зрение игнатий лапкин 4 июня 2003 года